Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня в гостях удивительный человек, творческий человек, талантливый человек. Девиз его творчества осторожно присутствует, смысл, согласитесь, в наше время в творчестве далеко не всегда он присутствует, смысл, хотя очень бы хотелось этого. Ну и так, у нас в гостях Михаил Волков. Михаил, расскажите, пожалуйста, о себе. Вы, оказывается, настолько многогранная, интересная, я бы сказала, знаменитая и популярная личность, а мы вот работаем с вами рука об руку, а я этого не знаю. Я думаю, что многие этого не знают, поэтому поделитесь, пожалуйста, вот с чего бы вы начали? Если вспомнить песню Высоцкого про попугая, там были такие слова, и прямо кондрашки хватило пашу, когда он узнал, что еще я пишу, читаю, пою и пляшу. Я вроде этого попугая, то есть я многим занимаюсь, но основной, наверное, моя работа – это слово, причем это и в живописи, и в стихах, и в прозе. Я лидер рок-группы Волков М, выступаем с концертами, много выступаю сам с акустическими концертами, занимаюсь этим очень давно, совсем как бы с юного возраста, как только гитару освоил, услышал песни Высоцкого, услышал рок-н-ролл, и начал пытаться делать что-то свое. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну вот Вы композитор, Вы сочиняете музыку, мало того, Ваша музыка трогает других людей очень плотно и тесно, и я знаю, что на Ваше произведение много сделано каверов. Вот расскажите, пожалуйста, кто, где это можно, я знаю, что это не только в Твере, а вообще во всей России Вы популярны. Ну да, в Москве делали мои каверы, как бы в Луганске, каверы на мои песни имеются в виду, мои песни поют, но я не возражаю, ради Бога, хотя бы совершенно дикие варианты, но это даже забавно, когда, так сказать, обрабатывают. Да, несколько песен исполняют другие группы, но я не считаю, что это как бы так. Знаете, у меня такой вот достаточно меркантильный, наверное, вопрос, а как насчет авторских вознаграждений? Ну и у нас в России авторские. Нет, авторские я с них не требую, но смысл, хотя, в общем-то, в большинстве своем спрашивают разрешение, можно ли, ради Бога. Ну а вот другая сторона вашей творческой деятельности, это вот вы пишете, и я, в общем-то, и свидетель, и у меня есть тоже один ваш рассказ, который я с большим интересом прочитала, и у меня муж тоже служил на флоте, и это как бы он, ну, прочитав, понял, что человек-то знает, о чем пишет. Вот как вы, опять, если касаться Высоцкого, многие же говорили, что впечатление складывалось, что он и в горы ходил, и в море ходил, и вот как вы это чувствуете? Ну, я, нет, я, если я, когда я пишу прозу, вообще любой писатель пишет о себе. Стругацкий в свое время очень хорошо сказали, писатель должен писать либо про то, что знает очень хорошо, либо про то, что никто не знает. И поэтому, ну вот у меня есть герои произведения, это видеооператоры, музыканты, моряк, я служил на флоте три года на атомных, ракетных, подводных лодках, поэтому я знаю, о чем говорю. Михаил – автор более 600 песен и 13 альбомов. Каверы на его песне делают по всей России и не только. Автор 14 романов. Входит в десятку лучших тверских художников по опросам в соцсетях. Участник выставки «ВК Талант» в крупнейшем российском музее современного искусства Европы «Эр-Арта» в этом году стал победителем уже в третий раз. Мне всегда интересно, что побуждает. Ну, вы человек занятой, вы работаете, и понятно, что времени много приходится уделять и работе, и семье. Вот что побуждает, что заставляет? Вот я хочу написать. Ну, я, понимаете, да, о чем я говорю? Не то, что там, скажем, есть художник-профессионал, у которого эта профессия, и он свою профессию добросовестно выполняет. А вы это делаете, потому что хотите. Не появляется слово «хочу». Где-то вот здесь сидит что-то другое. Я попытался определить, что это, и в конце концов нашел, наверное, такое определение, как «должен». Что-то вот не дает покоя. Можно, конечно, этого не делать, но будешь чувствовать себя плохо. И все хуже и хуже. То есть это… Потребность такая. Потребность, просто потребность. А меня только спрашивают, мол, когда ты все это успеваешь. А я таким образом отдыхаю. Потому что смена занятий – это лучший отдых. То есть я могу от музыкальной студии перейти к Мольберту, благо у меня все это рядом, вот, и работать, и прекрасный отдых, и чувствую себя нормально. Не устаю. Это можно назвать символизмом, хотя, в общем-то, учился я в свое время на сюрреализме. Учился, когда он еще был у нас запрещен в России, неофициально. Ну и, естественно, какие-то элементы сюрреализма, они присутствуют. Вот это разложение по жанрам – это именно разложение. Потому что как-то вот я за смешивание жанров, может быть. То есть если ты говоришь себе, вот я работаю в жанре абстракционизма, или поп-арт, или реализм, вот, ты ограничиваешь в первую очередь себя. То есть шаг налево, шаг вправо. Я понимаю, что это дает возможность как бы совершенствоваться в этом жанре, но я считаю, что это все-таки ложный путь. Надо смешивать, надо экспериментировать. Ну, а я немножко хочу подытожить и вернуться опять к вопросу, который мы поднимаем на протяжении уже нескольких программ. А зачем нам это надо? Нам это надо. Надо для того, чтобы жить, для того, чтобы понимать, что мы не просто существуем, а ради чего-то живем. Что мы должны что-то оставить, чем-то заинтересовать наших друзей и близких. Я в этом абсолютно уверена. Спасибо большое, Михаил, за то, что вы уделили нам время.